Похоже, что слухи о смерти автосалонов оказались сильно преувеличенными. В Китае проходит уже третье по счёту автошоу, но если выставки в Чэнду и Пекине международными были чисто номинально, то в Гуанчжоу смогли приехать и иностранные бренды. В России же мелкими штрихами обновился нестареющий Рено Логан и официально анонсирован второй Дастер, тот самый, что в Европе продаётся с 17-го года. С гораздо меньшей задержкой к нам пожалует новый седан Хёнде Элантра, а во Владивостоке готовятся собирать кроссоверы Мазда ЦХ-30. Начнём с автосалона в Гуанчжоу, где марка Хавейл представила серийные новинки. Первая – это компактный кроссовер Хавейл Чульянь. Забавное на русский слух имя означает «первая любовь». Машина получилась чуть меньше и дешевле нового Хавейла H6. Понятный для нас ориентир – Volkswagen Tiguan. Технически Чульянь – это представитель новейшей платформы Lemon. Под капотом скрывается полуторалитровый турбомотор и семиступенчатый преселективный робот. Привод – только передний, но другого в Китае не нужно, а экспортные перспективы Чульяня – туманны. К тому же у Хавейла получились три не просто соплатформенные, а идентичные по технике модели. Помимо Чульяня, это, разумеется, новейший Хавейл H6. Тестовую сборку этих машин уже налаживают в Тульской области. Ну а третья модель – это Хавейл Dago, то есть «Большая собака». Несмотря на приключенческую внешность, это кроссовер с несущим кузовом и размером с Хавейл F7. Dago дебютировал еще летом на автосалоне в Чэнду. Тогда мы удивились, что немаленькой машине отрядили только передний привод и единственный турбомотор в полтора литра. Но теперь гамму пополнил двухлитровый двигатель и полный привод. В самом Китае со всеми ведущими заявлена только лимитированная версия тиражом 1699 экземпляров. Назвали ее по-восточному «вычурно». В переводе – «китайская сельская» или «пастушья собака». Но городить полный привод ради ограниченной серии явно не стали бы. Следовательно, у китайцев есть планы на экспорт. И российский рынок наверняка будет в числе кандидатов. Марка Jeep привезла в Гуанчжоу рестайлинговый компас. Передняя оптика переведена на светодиоды. Подправлена решетка радиатора и бампер. Внедорожная версия Trailhawk обновлена отдельно. У нее особый бампер, увеличивающий угол въезда. Но самое интересное в Jeep – это совершенно новый интерьер. Посетители не зря так пристально его разглядывают. Верхнюю часть панели не узнать. Другая архитектура, руль, иные дефлекторы, больше кожи и металлических вставок. Само собой, без виртуальных приборов и торчащего дисплея не обошлось. И в цифрах все неплохо. Оба экрана больше 10 дюймов. Поддержка смартфонов и обновление по воздуху. На мировые рынки обновленный Jeep выйдет весной. А в Китае продажи начнутся еще до конца года. Выпускают кроссовер прямо в Гуанчжоу. На совместном заводе ГАК-ФСИЭЙ. Сама же марка ГАК выставила концепт с невразумительным названием Эмпау-55. Машина названа первым спорткаром на платформе GMPA. А 55 – это число обновлений. Китайцы подчеркивают, что под капотом скрываются агрегаты из нового семейства Цзюйлан Пауэр. Это должны быть бензиновые моторы объемом 1,5 и 2 литра. Изо всех технических характеристик заявлен лишь коэффициент аэродинамического сопротивления. Напомним, что в линейке ГАКа сейчас есть крупные седаны. GA-6 и GA-8. Последний с пылу с жару даже привозили на московский автосалон 2018 года. Но реальные продажи в России марка ГАК начала с других моделей. Среднеразмерные седаны, вроде бы вымирающие по всей планете, неплохо чувствуют себя в Китае. К тому подтверждение седан Audi A3, впервые удлиненный для Китая. Колесная база увеличена почти на 5 см. При этом общая длина осталась умеренной. До старшего седана Audi A4 еще 20 см. К слову, у него тоже есть лонг-версия. Что интересно, китайцам предназначен не современный евродвигатель 1.5, а более старая и хорошо знакомая в России турбо-четверка 1.4. Привод только передний, а задняя подвеска сугубо полузависимая. Hyundai Miestra не просто удлиненная версия глобальной модели, а разработанная специально для Китая машина. И теперь уже во втором поколении. Седан получился на дюжину сантиметров длиннее новой Elantra и почти настолько же короче сонаты. В техническом смысле Miestra это растянутая в длину Elantra, но кузов и салон переделаны полностью. Чисто бензиновых модификаций две. Это кондовый атмосферник 1.8 с вариатором и более продвинутый турбомотор с 7-ступенчатым роботом. Помимо этого, есть и чисто электрическая версия. Продажи начнутся весной, но за пределы Китая Miestra не выйдет. Схожим путем пошла и Toyota, представив в Гуанчжоу новый Elion. Заметим, что одноименный седанчик продается на внутреннем японском рынке, но к китайской модели он отношения не имеет. Континентальный Elion это Corolla с растянутой на 5 сантиметров колесной базой, хотя дизайнеры хорошо замаскировали исходник. Но если китайская Corolla это турбомотор 1.2 или гибрид, то единственный мотор Elion 2-литровый атмосферник. Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 в Китае будут выпускать в двух и довольно разных версиях. Чтобы понять зачем это нужно, вспомним, что у Volkswagen там два совместных предприятия с концернами FAO и SAIK. Оба они государственные, но ведут нешуточную борьбу. Поэтому FAO под именем ID.4 Cross будет выпускать почти европейскую версию кроссовера. А вот для завода SAIK Volkswagen придумали особый вариант ID.4X. Он длиннее и выше исходника. Перерисован бампер, фары, световая подпись задних фонарей и форма перемычки между ними. Как и в Европе, первыми на рынок выйдут одномоторные заднеприводные версии. А вот тяговая батарея у китайских Volkswagen'ов другая, местного производства. Как это скажется на дальности хода, пока не ясно. Заявлены примерные данные в устаревшем цикле NEDC. Ford Focus в четвертом поколении до России не доехал. Но в Европе удерживает второе место после гольфа. А вот в Китае продажи фокусов просели наполовину. Поддержать спрос должен скромный рестайлинг. Изменились бамперы, решетка радиатора расширена до фар. И гамму пополнил кросс-универсал Focus Travel. Зато кросс-хэтчбэк Focus Active и машины в исполнении ST-Line вообще выглядят по-прежнему. Салон перекроили под китайские вкусы. Здесь виртуальные приборы и здоровенный 12-дюймовый экран мультимедиа. А вот климат-контроль из двухзонного стал однозонным. Силовые агрегаты не изменились. В Поднебесной продаются только переднеприводные фокусы с трехцилиндровыми моторами. Тем временем, мода на большие дисплеи захлестнула и США. Кроссовер Lincoln Utilus дебютировал еще в 2014 году под именем MKX. Спустя три года машине освежили внешность и переименовали. Но до кардинальной переделки интерьера руки дошли только сейчас. Салон теперь соответствует стилистике старших моделей Линкольна. Само собой, внимание на себя притягивает торчащий по центру панели телевизор. Здесь он аж на 13 дюймов. Бензиновые моторы идентичны родственному кроссоверу Ford Edge. Оба сочетаются с восьмиступенчатым автоматом. Четырехцилиндровые версии могут быть и переднеприводными. А вот V6 идет только с полным приводом. Продажи обновленных на Utilus в США начнутся в начале 2021 года. А позже сборкой кроссоверов в Китае займется совместный завод Чанянь-Форд. И еще одна новость от Toyota. Напомним, что позапрошлой зимой в Европу после 14-летнего отсутствия вернулся большой седан Camry. Хитом модель ожидаемо не стала. Однако в этом году японцы пристроят плюс-минус 10 тысяч таких машин. И это единственная модель в классе, спрос на которую растет. Поэтому Евро Кэмри решили подновить вслед за американской версией. Так на бампере появились хромированные вставки, изменилась решетка и задние фонари. Салон переделан, потому что новый 9-дюймовый тачскрин не помещался под дефлекторами вентиляции. Российская Toyota Camry должна выглядеть примерно так же. Но учитывая необходимость локализации того же переднего бампера, скорее всего рестайлинг состоится примерно следующим летом. Российское отделение Renault слегка обновило Logan и Sandero. Изменения можно пересчитать по пальцам одной руки. Эмблема на решетке стала глянцевой, а в палитру снова вернулся серебристый цвет. К салону прилагается другая обивка сидений, а со старшим из моторов теперь будут новые рычаги управления трансмиссией. Наконец, вариаторной версии Stepway City достался новый декор. Это фирменные наклейки на кузове, зеленая отстрочка на сидениях, а также отделка под карбон на ручках дверей и центральной консоли. Стоит такой набор 14 тысяч рублей. Очередное обновление стремительно устаревающего Logan лишь подтверждает, что выхода свежей третьей генерации нам придется ждать еще год, два или все три. А вот второго Рено Дастера ждать осталось недолго. Модель, вышедшую больше трех лет назад, сложно назвать новинкой. Но Россия до сих пор оставалась для Дастера белым пятном на карте рынков. Грядущую премьеру российский офис иронично анонсировал таинственным тизером, хотя с 17-го года Дастеры успели разъехаться по всему миру. Впрочем, у региональных вариаций есть свои отличия. Предположим, что российская версия внешне повторит бразильскую, потому что машины для Латинской Америки и Таможенного Союза раньше обновлялись почти синхронно. Также известно, что адаптированная подвеска принесет почти 24 см клиренса. А вот салон шпионам подсмотреть не удалось. Есть версия, что вместо оригинального интерьера кроссовер примерит переднюю панель от Арканы. Технических откровений не ждем. Дастер наверняка получит знакомый турбомотор и вариатор, а двухлитровый атмосферник и четырехступенчатый автомат уйдут на покой. Базовым останется агрегат объемом 1,6, с которым могут работать механика или вариатор. Тем более, что выпуском этих атмосферников занимается АвтоВАЗ. С обоими двигателями по-прежнему будут доступны передний полный привод. Продвинутую медиасистему, камеры кругового обзора и прочие современные опции уже поддерживает свежая версия вечно живой платформы B0. Так что главная интрига — это место сборки. АвтоВАЗ сейчас заканчивает модернизацию линии B0 в Тольятти. И тогда Дастер сможет составить компанию родственным Ларгусу, Логану и Сандеро. А в перспективе под выпуск паркетников могут отдать бывший завод GM-АвтоВАЗ, где собирают Ладу Ниву. Хёнда спешит до конца года вывести новую Элантру. Притом машины калининградской сборке начнут отгружать дилерам всего через неделю-другую. Но вместо цены опубликованы названия комплектаций. Топ-версией будет специальный тираж, посвященный 30-летнему юбилею модели. И, скорее всего, ему достанется не только богатое оснащение, но и фирменный декор. О том, что роль младшего мотора сохранит атмосферник 1.6, а на ступеньку выше встанет двухлитровый двигатель, было известно давно. Но только теперь объявлено, что механической коробки ни для того, ни для другого не будет. Напомним, что новая Элантра примерила образ гранёного фастбека. Со сменой поколений седан стал длиннее, шире и ниже. А ещё мы знаем, что дорожный просвет нашей версии достаточный 150 мм. Грядущую премьеру Mazda CX-30 готовит честнее. Японцы заявили не только название комплектаций, но и стоимость самой, по их мнению, востребованной. Так, средней версии Active за 1 миллион 869 тысяч рублей будут подогрев передних сидений, продвинутая медиасистема, плюс датчики дождя и света. И это не считая круиз и климат-контроля. Старт продаж назначен на 15 января. Единственный мотор – двухлитровый атмосферник на 150 сил. В базовой версии ему помогает механическая коробка передач и передний привод. Но за доплату доступен 6-ти диапазонный автомат и привод 4х4. К слову, с этим же мотором на рынке представлен более крупный кроссовер CX-5. В аналогичной комплектации он сейчас стоит чуть больше 2 миллионов рублей. А значит, базовый CX-30 должен стоить плюс-минус 1 миллион 600. Продолжение следует...